здравствуйте друзья у нас вопрос уважаемый михаил доллара времени суток хотим поблагодарить вас за помощь людям планирующим либо уже переехавшим за океан понимаю что мой вопрос похож на многие другие но буду надеяться на ваш комментарий меня зовут алена 35 лет мы с семьей муж 40 ребенка 5 живем в киеве и последние несколько месяцев активно думаем о переезде в сша мы были пять лет назад с мужем в америке по турвизе ездили к нашим друзьям сакраменто в конце декабря друзья из калифорнии приезжали в киев и гостевали у нас некоторое время но много говорили о том как у них в америке и как у нас здесь с мужем решили что нужно пробовать поехать в сша жить будем играть green green карту понимаю что этот процесс долгий и непростой главное в чем у нас нет сомнений нет сомнений а нет я здесь главное в чем у нас сомнений я сможем ли мы найти работу чтобы обеспечить себя в киеве мы зарабатываем немного муж преподаватель в университете преподает историю государства и права я работаю экономистом на предприятии понимаем что по специальности устроиться скорее всего не получится английский у меня и мужа средний может чуть выше среднего планируем уже сейчас заняться его апгрейд в киеве мы живем в достаточно хорошим по киевским меркам доме думаем перед переездом его продать это будет около 200 тысяч долларов это квартира видимо в доме до вряд ли отдельный плюс небольшие сбережения 20 25 тысяч скажите пожалуйста михаил возможно ли куда-то инвестировать в америке эти деньги чтобы получить какую-то прибыль и жить за эти деньги за двести двадцать пять тысяч так наши друзья те что в сакраменто занимают цирилл эстейт советуют купить дом за 200 тысяч и сдавать его в рент что по их оценке будет приносить около двух тысяч долларов в месяц мы понимаем что это эти же деньги нам придется потратить на наше жилье скажите возможно нам лучше вложить эти деньги в бизнес просим вашего ответ совета как бы вы поступили в этой ситуации вместе с мужем смотрим ваши видео и ваше мнение для нас очень важно возможно нам лучше приехать с акраменто на месяц есть тур визы и на месте посмотреть подскажите в какую сторону смотреть хорошо вместе с надо заранее спасибо от всей нашей семьи вот такие вопросы друзья задают давайте обсудим и так друзья давайте мы значит обсудим и я знаю что нам многие скажут ну чё вы и бог михаил люди так как бы еще в тему не погрузились они самые общие представления у них только вот они сами не знают как как этот процесс вообще устроен и так немножко наивно все это звучит но с другой стороны это правда да но с другой стороны там есть о чем поговорить на самом деле значит первое что я хочу сказать у нас была дискуссия во время последнего прямого эфира где там люди говорят но вот отчего вы думаете что green card лотерею должны отменить ведь они собираются играть и поэтому я говорю об этом и я говорю при всем при том что мы живем в мире непредсказуемым но как бы тенденция такая была если пять лет подряд палата представителей конгресса сша голосовала за отмену green card лотереи после чего контролируемый демократами сенат это дело отвергал и пока вот три года назад и демократы и республиканцы не пришли к тому что они хотят лотерею отменить ну там на каких-то условиях не просто они там поторговались поэтому я уж думаю а чего бы им действительно не отменить ну то есть как бы другой стороны гарантии у меня нет там никто мне лично там обещаний не давал в печати об этом не писал как бы слишком мелкая тема для них ну так вот я из этого исхожу поэтому как бы на сегодня я я исхожу из того что вероятность того что им удастся не то что выиграть а даже сыграть в green card лотерею если они уже не сыграли там не не подали заявки то даже эта вероятность она как бы стремительно так движется к нулю так мне кажется сейчас тенденция такая чтоб своих работ и обеспечить они допустим каких-то иностранцев с непонятной там квалификации с необязательно владением языком скорее всего вообще без денег это хорошо у них тут 200 тысяч есть квартиру продать а многие у кого есть квартиру продать на 200 тысяч они не станут ее продавать они сдавать будут и скажут мало ли чего вдруг вернуться а а а некуда вот 25 тысяч вот на них там 20 25 вот на них и поедем это же тоже сплошь и рядом на каждом углу поэтому чё там говорит и так значит вот эту часть я бы значит вынес за скобки и она как бы лежит ну в основе их вот этого разговора и значит супруге 35 мужу 40 тоже уже знаете не то чтобы вот там ну еще десять лет и не страшно тоже но это же не 18 хотя и 18 тоже 10 лет терять не хочется поэтому я думаю что если они таки да хотят эмигрировать то им нужно было бы наверное искать какой-то другой путь и в этом смысле я думаю что совсем даже неплохая была идея поехать к друзьям или там кто не родственник вот тот же сакраменто погостить там пару неделек обсудить к иммиграционному адвокату может садить на консультацию может там поговорить с кем насчет первой работы особенно если они скажем пойдут например пойдут по политике и нужно полгода работать без разрешения да может быть там поговорят с кем-то там строительном бизнесе например может быть он потом поедет домой будет там готовиться к поездке какую-нибудь строительную профессию освоит может а чё ну так между делом не так чтобы просто тачку катать а что такое более заковыристое востребованное квалифицированное так далее насчет работы по профессии конечно я сильно сомневаюсь что он там будет преподавать сам теорию государства и права вот но но хотя бы будет зарабатывать хорошо относительно относительно хорошо мужик в целом было 20 40 лет можно и выучиться но я вижу что они не то чтобы вот стремятся по найму работать за смотрите как они как-то уже коммерчески рассуждают они говорят у нас есть 200 тысяч нельзя ли как-нибудь инвестировать чтобы значит жить на эти деньги я не 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 владею точным знанием таким на эти предметным сколько можно взять за дом который стоит 200 тысяч но я подозреваю что за 2000 его не сдашь вот есть у меня такое подозрение это было бы слишком много денег так опять если они риэлторы если они это делают и так далее может быть но я как-то очень и очень сомневаюсь особенно если вы вычтите из этих денег налог на собственно который надо платить даже если вы купили на кеш этот дом все равно налог на собственность есть вот если вы вычтите из этого то что нужно какие-то денежки там заплатить со всякие вещи связанные с поддержкой этого дома есть расходы некоторые плюс что там еще бывает плюс дом не обязательно 12 месяцев в году сдается знаете вот допустим люди пожили год выехали и нужно там месячишка может быть даже привести в порядок там пока порядок приведут пока снова сдадут то есть если они смогут собирать деньги скажем уверенно 11 месяцев в году это уже совсем неплохо это уже очень неплохо вот поэтому насчет там 2000 это конечно я боюсь существенное преувеличение преувеличение вот еще раз я не не берусь так как бы давать оценки грамотные но вот так издалека моя прикидка такая что если у них 1200 в месяц останется то уже неплохо теперь еще налоги надо будет заплатить стать тоже да там может быть небольшие но все равно это припом это доход теперь что конечно если бы они получали 2000 доход это не значит что они потратят 2000 на аренду жилья в сакраменто они могут снять там квартиру я не знаю но там за господи за 700 за 800 долларов но за тысячу они могут что-то очень привычное снять поэтому если можно было так вот 2000 получил одну потратил это у них было бы уже такое что в остатке там и так далее это не отвечает на вопрос откуда у них возьмется медицинская страховка например но это отдельно значит теперь тоже денег стоит и немного то есть надо работать да инвестировать или в бизнес какой положить понимаете нет такого бизнеса чтобы вот положил например 200 тысяч а еще бы 100 например тебе дохода было и даже 50 вот казалось бы всего 25 процентов годовых правда а было бы 25 так можно было бы жить на 25 процентов лишь 50 тысяч на них жить можно с другой стороны если два человека и даже они немного зарабатывают ну допустим они еле-еле зарабатывают но стыдно кому сказать зарабатывает вот там 10 долларов в час так это 40 тысяч год слушайте на 40 тысяч год можно жить семья из трех человек в таком месте как сакраменто очень даже можно жить это все равно как допустим зарабатывать я не знаю там восемьдесят пять сто тысяч вот вот где мы тут сейчас с вами едем просто в силу того что там жилье намного дешевле поэтому ну вдвое ну не знаю может быть вдвое надо считать конечно вот кроме того никто же не говорит что надо зарабатывать 10 долларов в час а можно и 12 а можно и 15 а можно и 30 не обязательно в первый день вот но конечно и язык для этого понадобится и может быть подучиться может быть дома начать учиться вот а самое правильное конечно подъехать и подъехать и посмотреть а чего не посмотреть вот может вам не понравится сакраменто скажите боже такая деревня ну знаете когда предмет насмотришь вот для себя думаешь а где ж тут жить а вот тут ага вот пойдите посмотрите что можно купить за 200 тысяч но самое интересное не в этом самое интересное в том что упирается вся эта красивая история то есть вы как бы уже примеряетесь в какой фате так сказать идти под венец а у вас жениха нету понимаете проблема то есть жених как бы совершенно не собирался жениться даже если бы green card лотерея никуда не прикрывалась есть люди которые играют там по десять лет и все и ничего у них такого не получается это первое второе ну если уже вы действительно решили да и начинаете идти какими-то более сложными путями что вот вас так как-то магическим путем перенесли так легальненько так вот раз то там начинаются сложности значит вы должны например там полгода жить без права на работу зарабатывать какими-то вот такими заработками у вас конечно есть 20-25 тысяч но вам на адвокат понадобится ну считаете там я не знаю грубо десятку вам нужно будет машину купить сразу ну не обязательно новую и не взять на мерседес ну какую-то нужно такой тысяч за пять за шесть точно нужно и вот смотришь там уже и денег-то особо нет ну так ничего не осталось от 20-25 поэтому зарабатывать надо понимаете даже если вы будете жить кромненько в квартирке которая стоит там я знаю 800 долларов или там 650 даже но все равно что надо зарабатывать эти 800 там 650 и на еду надо на троих тоже какие-то деньги может быть 400 долларов я не знаю ну в общем такая история меня немножко знаете там настораживает вот эта мысль об инвестировании значит инвестировать в в незнакомой стране все что у тебя есть вот взял 200 тысяч бах купил дом почему купил дом вот знакомые у них лицензия есть риэлторская это конечно сильно звучит но инвестировать когда ты еще не зарабатываешь ничего это дело неправильно потому что пока деньги у тебя есть кишечком они все-таки дают тебе возможность как сказать они дают тебе возможность иметь запас какой-то резерв какой-то не пошло тут не пошло там не пошло здесь но ты ты выстоишь ты выкарабкаешься ты начнешь зарабатывать и все у тебя будет ничего когда у тебя нет достаточно запаса знаете как вот пишут почему основная масса бизнесов которые вышли из бизнеса новые почему новые бизнесы выходят из бизнеса у них денег недостаточно чтобы выстоять понимаете вот чтобы выстоять и дальше жить нормально нужно простоять год а у них есть на 3 месяца Может быть даже на полгода есть, а дальше нет И они не выстроили, понимаете, не выстроили, потому что у них не было резервов Для того, чтобы встать на ноги и начать зарабатывать А вот на то время, что было, не хватало Вот, например, так Поэтому тратить деньги на недвижимость Это же, как сказать, такие активы, которые тяжело ликвидируются Вот, допустим, там, если у вас есть слиток золота, вы можете пойти там, куда положено, сдать его И вам тут же кешем дадут, налички прям дадут А дом так нельзя То есть, может быть, кто-то вас возьмет там за полцены, я не знаю Но, в общем-то, и все равно это время занимает, вы что думаете? Дом так не обменяешь на живые деньги Время Поэтому, значит, а если вам придется уехать в другой город или в другой штат А кто будет за вас сдавать этот дом? И как вы от него избавитесь? И сколько вы потеряете? При том, что продадите его вдруг, например, и так далее То есть, мой, как бы, жизненный опыт говорит о том, что Если ты в стране новый человек Не лезь инвестировать Береги деньги, береги Потому что Вот людей, которые профукали все Подчистую Я знаю много А вот людей, которые вот так приехали, деньги положили И что-то у них хорошее получилось Ни одного не знаю То ли они прячутся так, чтобы Не знаю, чтобы никто взаймы не попросил Не могу сказать Вот не знаю А которые ходят и руками разводят И тут их друзья подвели Которые оказались не друзья Или которые оказались некомпетентные Вот Свет так зажгу Вот так под лампочку залезу Так что, друзья Совет мой такой Если каким-то чудом Чудом Потому что без чуда здесь ничего не произойдет Вам удастся попасть в Соединенные Штаты Легализоваться здесь И так далее, и так далее Берегите деньги Вот И пока не начнете зарабатывать нормально Так более-менее Берегите Не вкладывайте Ну положите на счет в банки Если хотите Если Так Не боитесь, что банк лопнет Вот Я советую Вот есть хорошие банки Положите там Ну сколько дадут Там процент Полтора-два Сколько К этому времени будет интерес Банковский Вот и все И не надо вам больше ничего Честное слово Это не Совершенно не то предприятие Совершенно не то предприятие На котором вы так Собираетесь заработать Вот Так бы я Сказал Хорошо Давайте счастливо Пусть вам повезет Пусть всем тем Кто Нуждается в везухе Да Пусть всем будет Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому